Всем привет! Сегодня в выпуске. Tempo G1200 – многоцелевой автомобиль военного назначения. Один из первых серийных полноприводных легковых автомобилей германского производства. Машина задумывалась для использования в качестве штабного, разведывательного или патрульного транспортного средства. Следует отметить, что полнопривод G1200 был реализован очень необычным и, я бы даже сказал, экзотическим способом. Четырехдверный открытый кузов внедорожника базировался на центральной трубчатой раме и имел похожие по форме переднюю и заднюю части, под капотами которых размещались двухцилиндровые двухтактные 600-кубовые моторы мощностью по 19 лошадиных сил. Каждый из них имел свою четырехсторостную коробку передач и приводил в движение свою пару передних или задних колес на независимой пружинной подвеске. Интересно, что задние колеса тоже были управляемыми и поворачивались одновременно с передними, заметно уменьшая при этом радиус разворота. Машины комплектовались боковыми, свободно вращающимися запасными колесами, которые выполняли роль вспомогательных катков, значительно улучшая проходимость на сложных участках рельефа. По желанию водителя, с целью экономии горючего или в случае выхода из строя двигателя, вездеход мог передвигаться на одном моторе, переднем или заднем. При относительно большой колесной массе 2830 мм, автомобиль получился достаточно легким и развивал скорость до 70 км в час. Расход топлива находился на уровне 11-13 литров на 100 км, но его можно было снизить за счет отключения одного из двигателей. Выпускался автомобиль в двух вариантах кузова – длинном шестиместном и коротком четырехместном. Для защиты от осадков машина комплектовалась складным тентом. Масса машины с открытым сверху кузовом армейского образца составляла 1160 кг. Однако некоторое количество машин было выпущено с закрытым кузовом. В частности, автомобили предназначены для эксплуатации в условиях холодного климата скандинавских стран. В результате их масса увеличилась до 1450 кг. В общей сложности за период с 1936 по 1943 год в Германию было выпущено 1243 автомашины и еще несколько собрали во Франции. Таким образом, последний автомобиль этого типа был изготовлен в 1944 году. И некоторые экземпляры дожили до наших дней. Ну а на сегодня все. Если вас интересуют технические новинки отечественных и зарубежных производителей, необычные техники и автомобили, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...